Всем привет! Сегодня мы с Канём решили снять для вас видео о том, как нужно запоминать слова английского языка, для того, чтобы запоминать их быстро, легко и сразу в долгосрочной памяти. Итак, самое важное, это представить значение слова через картинку, так, чтобы потом вы могли вспомнить эту картинку и достать это слово из своей памяти тогда, когда оно вам нужно. И второй шаг, это, да, правда, 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 я знаю, и второй шаг, это добавить в эту картинку аудиальный ягод, то есть слово, похожее по звучанию, то есть которое совпадает по первым трём буквам, или же рифмуется со звучанием с того слова, которое вы запоминаете. Например, смотрите, я сделала ассоциации, два блока по уровням elementary и intermediate на такие самые сложные слова, которые тяжело запоминаются. Давайте мы сейчас сделаем эти ассоциации, я вам покажу, как это делаю я, как это работает, и вы посмотрите, помогает это вам запоминать или помогает. Так, какой не уйди из кадра. Окей, например, если мы запоминаем слово dangerous, да, кто у нас опасный, змея у нас опасная, ядовитая, что она делает, да, она такая, цап заносная. Дальше у нас safe, безопасный, да, то есть сидим в сейфе такие, фух, мы в безопасности. Дальше easy, да, правильно, Мася, это easy, мы говорим, да, мы в Одессе на привозе говорим, изенько, это easy всё, легко, да, difficult, сложно, да, что у нас сложно? Очень сложно создать свой культ, да, свою секту, собственный бизнес. Дальше rich, богатый человек, да, что он делает? Ну, богатый человек в СССР купил себе москвич, rich купил москвич. Дальше poor, что говорит? Подайте мне, да, poor, подайте. И представляем, как человек на паперке стоит и просит. Дальше у нас, вот давайте aunt, тётенька, такая обширная тётенька, Антонина Павловна. Дальше у нас uncle, да, дяденька, её муж. Дяденька у нас алкоголик, uncle. Дальше у нас есть nephew, племянник, да, такой дядя, не-не, дядя, я не пью, nephew. И у нас есть niece, да, няша, племяша, няша, племяша, niece. Смотрите, следующий блок интермидии, такие слова. Более сложные уже, например, able, да, способный. То есть такой умный мальчик, такой весь в очках, решает сложные уравнения на доске, да, а к нему подходят, а кто умный такой, его face on up table. Дальше у нас attend, посещать, да, мы attend, посещаем какую-то конференцию, а там выступает президент. Дальше endangered, в опасности. Учитесь вылазить на голову, правильно. endangered, да, то есть в опасности вымирающий вид, да, такой последний динозавр, упс. Дальше entertain, да, где нас развлекают? В театре, entertain. Дальше у нас honest, да, такой честный, он взяток не берет, honest. Дальше invent, изобретаем что? Вентилятор. Так, ой, вернись, кадр. Хорошо, хорошо, молодец. Дальше у нас polluted, загрязненный. Что у нас загрязненное? Поле, да, и торчит компьютер. Polluted. Закиданное всякими мешками, да, бутылками, пластиками. Дальше recover, выздоравливает, да, то есть recover после... recover, выздоравливаем после рака, recover. Дальше suggest, рекомендуем, да, рекомендует нам тураген, рекомендует нам тур на Эверест, да, 55 тысяч долларов всего лишь. Дальше у нас allow, да, разрешать, позволять. Бригадир нам в селе позволяет. Allow, да, доить коров. Дальше behave, вести себя. Мальчик в садике бьет всех, хамит, behave, плохо behave. Дальше develop, развиваться, да, такой сидит ленивый кто-то, а мы ему скалкой по лбу. Develop, давай, давай развивайся, да, дальше environment. Стоит такой грузинский мент грустный и говорит, вай, 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 шо ж вы сделали с внешней средой. Дальше inhabit, населять. Хоббиты живут в маленьких-маленьких домиках, видите, самое главное, что конь согласен. Дальше maintain, поддерживать в рабочем состоянии. Машину мы поддерживаем в рабочем состоянии, масло туда заливаем. Воду, антифриз. Дальше power tea, бедность, да, некуда идти. Power tea. Дальше solve a problem, да, решаем проблему. Что-то загрязняется, мы соды оттираем. Solve a problem. Дальше valuable, ценное что-то. Ой, valuable. Ювелирка у нас ценная. Шо. Итак, ваш уровень английского напрямую зависит от вашего умения визуализировать. То есть, учитесь визуализировать, делать яркие, интересные картинки, и изучение английского станет для вас быстрым, простым и веселым. Если нужна помощь, заходите на сайт. Также смотрите другие видео по запоминанию слов, особенно неправильных глаголов. Можно поставить коню лайк, если хотите. Продолжение следует...